Стоит отметить, что на данный момент лабораторно подтвержденного омикрона в Тюменской области пока нет, но к его появлению региональное здравоохранение готово. Об этом Александр Мор сообщил во время дистанционного заседания Координационного совета при правительстве России. Развернуто 1600 коек в 13 моноинфекционных госпиталях. 20% на данный момент остаются свободными. В работе помогает и служба 122, которая одновременно может принимать до 650 звонков. А отмечу, в Тюменской области по сравнению с другими регионами, эпид-обстановка остается относительно спокойной. Чего не скажешь о соседях. Например, на Ямале уже выявлены первые заразившиеся новым штаммом. Его диагностировали у четверых взрослых и двоих детей. Болезнь протекает в легкой форме. Добавлю, что всего в России зарегистрировано почти 800 случаев заражения омикроном. Регионов, где выявлен новый штамм коронавируса, становится все больше, Если неделю назад речь шла только о Москве, то теперь врачи фиксируют заболевших, например, в Свердловской и Чулябинской областях. По словам экспертов, от госпитализации и тяжелого течения омикрона может защитить вакцинация. К слову, прививку от коронавируса в Тюменской области сделали уже 1 миллион 30 тысяч жителей. Полный курс прошли 980 тысяч человек. Это почти 83% взрослого населения. Продолжение следует...